Здравствуйте! Меня зовут Юлия Физрахманова. Я антивоенная национальная активистка из Татарстана. Я закончила обучение на втором наборе курса Университета Свободных Народов. И я хочу сказать огромное спасибо организаторам, а это организация украинских националистов-бандеровцев и преподавателям, многие из которых вели свои лекции, в том числе с боевых позиций. Для меня очень важно было узнать именно от украинцев, от украинских преподавателей, о том, как их народ борется и боролся за независимость. Потому что сейчас наступает такой период для Российской империи. Вообще империи, мировые империи распались уже в XIX, в середине XX века. И Российская Федерация сейчас – это пережиток такого имперского монолита. И я думаю, что рано или поздно эта империя тоже падет. Хотелось бы, конечно, чтобы Украина одержала победу как можно быстрее, и эта империя рухнула тоже следом за этой победой. Но сейчас то, что мы можем сделать люди, которые любят свои регионы, люди, которые выступают против преступной войны, развязанной путинским режимом в Украине, – это, во-первых, поддержать Украину всецело, всем, чем можем. И, во-вторых, это сейчас уже заранее готовиться к тому, что наступит момент, когда наши государства смогут стать свободными. И меня спрашивают, не боишься ли ты, что гражданская война и кровь придут в Татарстан? Знаете, я много лет выступала за природу, помогала защищать реки и леса в Татарстане. И я вижу, как ставленники московского режима хищнически расхищают наши природные богатства, засыпают наши реки, выкачивают нашу нефть. И люди в Татарстане в течение многих лет привыкли терпеть и молчать. Но вот моей темой выпускной работы, эссе, была роль национального мифа в становлении будущего суверенного Татарстана. И знаете, у Татарстана много раз были ситуации, когда менялось название государства, когда шла война, и каждый раз Татарстан возрождался из пепла. И большую роль в этом играли женщины. И женщина в татарских историях, в татарских мифах – это не такая помощница и обеспечительница теплого тыла для мужчины. Женщина – это мать и это воительница. Это человек с огромным достоинством, который всегда в переломный момент эпох, а сейчас такой переломный момент, я думаю, если нужно, берет в руки оружие, берет коня, идет защищать. Об этом говорят и мифы, и легенды Волжской Булгарии, и Казанского ханства, и городища Елабуги, Булгар, Беляр, Иске-Казань. И, конечно, везде есть эти истории о женщинах, которые взяли ответственность за свою землю в свои руки. И я сейчас хочу обратиться к женщинам, к матерям, к тем, кто, возможно, много лет в душе не соглашался с тем, что происходит, но молчал. Не молчите, вспомните о достоинстве, вспомните о своей земле. Я говорю не только о татарах, я говорю о всех тех, кто живет на земле Татарстана и любит эту землю. От нас зависит, каким будет Татарстан будущего. Будет ли он демократическим, или он увязнет в каких-то склоках, выгодных московскому правительству и Путину, или его преемникам. И сейчас мне очень больно от того, что на моей земле производят оружие, производят дроны в Елабуге, на том заводе, где работал мой дед, к которому я отношусь с огромным уважением в Великую Отечественную войну. Сейчас производят тяжелые бомбардировщики, которые бомбят Украину. Я обращаюсь ко всем людям, у которых есть сердце, душа, есть сочувствие и сострадание. Когда началась полномасштабная война, я схватила детей, своих животных и уехала из России, потому что я не могла там оставаться. Многие, кто сейчас находится там, да, я понимаю, вам тяжело, но помогать Украине – это наша сейчас просто моральная обязанность, кто чем может. Понятно, что у нас уехавших, возможно, в чем-то возможности больше, но в чем-то и меньше. Посмотрите, чем вы можете помочь – словом ли, делом ли, деньгами, силами, ресурсами, информацией. У каждого есть такая хотя бы маленькая возможность. И сейчас, мне кажется, дело чести, дело нашего достоинства – использовать хотя бы те возможности, которые у нас есть для помощи Украине. И для того, чтобы потом на своей земле мы не смотрели в пол и не были рабами, чтобы мы могли говорить на своем языке, чтобы мы могли развивать наш красивый, культурный, независимый, достойный Татарстан. Слава Украине! Свободу Татарстана!